друзья всем доброго дня сегодня хочу протестировать новейшую модель видеорегистратора 7 мая дашка m500 и кит для его установки также в комплект и идут датчики давления в шинах устройство этого бренда на различных ресурсах очень и очень хвалят я уже делал обзор на одну из моделей этого бренда и он реально стоит на моем автомобиле я им полностью доволен сейчас же у меня на тесте многофункциональное устройство 70 мая дашкам м500 скетцом для установки особенности этой модели что здесь есть съемка с разрешением 2к с углом обзора 170 градусов что очень хорошо супер ночная съемка с технологией днр функция адас для повышения безопасности движения встроенные gps и глонас записью маршрута также есть режим парковки bluetooth система контроля давления в шинах которая идет как опция отдельно то есть датчики давления продаются отдельно встроенная память эмси на 32 гигабайта вообще это устройство может быть от 32 до 120 гигабайт встроенной памяти также все это управляется с помощью мобильного приложения давайте сегодня протестируем это устройство и посмотрим все начиная с упаковки комплектации так и как его установить подключить и как эта модель вообще работает погнали первым делом хочу отметить что качество упаковки продукта все сделано очень качественно такой плотный картон сделаем быстро распаковочку посмотрим что реально предлагает производитель под данным устройств все просто раскрывается и довольно таки простая коробка я так понимаю липкий слой вот здесь я так понимаю инструкции если к этому обратимся позже а вот и само устройство как вы видите параметры нашего устройства очень и очень компактный 2к также full hd угол обзора 170 градусов много раз я так вижу что при транспортировке коробка падала но ничего в принципе никак не как это на устройстве не отобразится потому что очень толстые и широкие стенки тут есть в принципе только один выход для подзарядки как я понимаю остальное он связывается по и вай фай и кнопка включения и широкоугольная камера никакого дисплея и так далее здесь нету только я так понимаю здесь стоят звуковые сигналы для записи звука и отображение звуковой информации ориентировочно данная модель появится продажи в россии в начале апреля так что зрители моего канала так сказать будут первыми кто узнает об этой модели как она работает и вообще в первые впечатления от его использования в комплекте как вторая опция есть полностью кит для подключения к автомобилю его так сказать проводки чтобы устройство автоматически включалась и отключал как я уже говорил как опция есть отдельно датчики давления шина который подсоединяется и вы сможете мониторить в реальном времени реальные значения они косвенные давления в шинах вашего автомобиля что очень и очень удобно как я уже сказал можно купить отдельный кит для подсоединения к проводке автомобиля на предыдущей модели я уже это делал только изменился вход питания место микро уэсби стал и уэсби а проводка подсоединяется плюс-минус и провод активации любой электрик в принципе со схемой проводки знаком никаких сложностей подключение это не вызовет дальнейшая комплектация я так подозреваю что идет провод подключение через как сказать прикуриватель я так думаю это стандартная через уэсби это нам в принципе не нужно или нужно если вы не хотите постоянно подключаться и также есть универсальный держатель который приклеивается к самому стеклу что удобно держатель сделан так что вы в любой момент чтобы не оставлять устройство машине можете его вытащить да и забрать с собой чтобы не оставлять его автомобиле если вы не используете его как охранную камеру что в принципе во всех устройствах dash cam это возможно поэтому вставили использовали сам штатив остается приклеенным к стеклу а устройство можно каждый раз при оканчивании использования автомобиля забирать с собой качественный пластик очень такой прорезиненный я думаю что не будет скрипеть и греметь и качественно также сделано само устройство также в комплекте идет обычный обычное питание в прикуривателе одно гнездо красное на 2 и 4 ампера для быстрой зарядки и второе гнездо на 1 ампер также в комплекте идет запасной я так понимаю липкий слой и специальная лопаточка для подготовки поверхности для приклеивания хочу заметить что данное устройство лишено какого-либо дисплея и все это вы можете контролировать с мобильного телефона подключившись чтобы увидеть что в принципе увидит устройство то вы будете видеть на дисплее вашего телефона это одной стороны удобно с другой стороны неудобно для тех кто привык сразу видеть на устройстве что показывает она в реальном времени но в время она компактная не выделяется и не занимает много места то же время вы его можете установить и потом также оперативно снять хочу на первый взгляд обратить внимание на установку этого устройства в штатив то есть она вот вставляется по стрелке защелкивается до определенного так сказать щелчка а а сюда вы сможете вставить питание устройства без каких-либо проблем и также штатив вот так вот регулируется по углу наклона вашего лобового стекла то есть вам не нужно будет как-то это гадать правильно вы приклеили неправильно съем устройства происходит с некоторым таким вот натягом потому что здесь вот в торце есть такие как бы как защелочки которые его устаканивают вот так вот где гнездо зарядки все достаточно удобно провод зарядного устройства на мой взгляд при вот такой вот установки не будет ломаться и расшатываться самого гнездо зарядки самого устройства все достаточно легко и прорезинено и вставляется с таким вот натягом устройство не будет болтаться и греметь так сказать со в самом штативе что касаемо самого мобильного приложения 70 мая которая есть в магазине приложений как вы сразу заходите увидите модель видеорегистратора также она проверяет актуальную прошивку видеорегистратора и при наличии вы сможете обновить программу данного устройства далее вы происходите подключение через точку доступа вот все это довольно таки нативно устройств достаточно подключить вай фай соединения указать как точку доступа приложение и собственно вы устанавливаете связь где можете отправлять изображением и просматривать либо менять параметры изображения данного видеорегистратора что мы тут видим здесь есть бой много значений различных для настройки изображения видео 2к 30 full hd и так далее длительность различных записей цикличности чувствительность также вы можете использовать интервальную съемку также можете снять или убрать логотип hdr и так далее много 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 различных параметров также можно выбирать так сказать частоту кадров то есть 50 герц 60 герц то есть все это естественно меняется в настройках можно управлять форматом даты временем единицами формата отображения и скорости и даты съемки то есть все нужные настройки данном устройстве присутствует их очень много помимо устройство ребята как уже сказал можно купить датчики давления шинах давайте распакуем их и посмотрим что они из себя представляют вот я думаю что это не совсем стандартные датчики вот а датчики которые все так сказать устанавливаются виде колпачков на ваши автомобили поэтому не нужно будет заниматься демонтажом покрышек а вы просто их накручиваете по опыту могу сказать что такие датчики довольно таки корректно работают и показывают довольно таки актуальное давление с очень маленькой погрешностью вот что из себя представляет данные датчики то есть это вот такие вот скажем так большие можно их назвать ниппели на вашем колесе вот которые накручиваются на ваш золотник затягиваются через гаечку и будут довольно таки достоверно показывать давление ваших покрышках если честно размер меня поразил размер достаточно большой у них есть маркировка то есть например rf правый передний до r r правый задний да вот так вот они вот конкретно по местам прикручиваются и так понимаю устройство определяет какой датчик на какой стороне находится все вы заходите приложение 70 май взаимоподключение там у вас уже есть зарегистрированные датчики через точку доступа вы входите само показание видеорегистратора для этого нужно включить однократным нажатием точку доступа на вашем устройстве после этого вы можете заходить подключаться и у вас должны отобразиться значение давление ваших шинах что касаемо друзья вот я подключил три датчика вот тут же у меня отобразилась давление во всех моих шинах что собственно соответствует показаниям которые я проверял ручным манометром 4 датчик сожалению пока не получилось установить так как у меня прикипели колпачки зимой друзья давайте теперь остановимся конкретно на установке и подключение самого устройства то есть его можно приклеивать в основное положение вот на этот шарнир также устройство позволяет делать из него камера наблюдения время стоянки сейчас я об этом вам подробненько расскажу камера в принципе достаточно компактная поэтому достаточно просто обезжирить лобовое стекло и приклеим что все это дело у нас стояла просто тупо посередине да все в принципе главное центровать по лобовому стеклу а шарнир нам позволит отрегулировать все это дело четко под нужным наклоном чтобы было видно состояние на дороге снаружи это тоже выглядит вот так вот то есть вам достаточно удобно его поставить просто за лобовое стекло его не видно и он не загромождает так сказать вам обзор и собственно не бросается глаза тем более вы спокойно его можете забирать без каких-либо проблем с этого кронштейна и там же время тоже время он также легко сюда легко ставится и обратно подключается теперь что касаемо работы друзья самого видеорегистратора и что в этом корпусе представляет вам производитель здесь стоит сенсор sony mx 335 максимально чисто кадров данном видеорегистраторе составляет 30 кадров в секунду поддерживается и циклическая запись есть качественный микрофон причем качество записи звука очень довольно таки четко и достаточно неплохо снимает ночью как вы видите широкий динамический диапазон цвета передает достаточно естественно видеокодек который используется для записи h264 что касаемо ребята самой качество записи цвета передаются очень довольно таки правдоподобно без всяких настроек достаточно неплохая четкость но естественно существует при прохождении каких-то встречных скажем так потоков встречных машин но даже если на скорости примерно 60 в городском цикле 60 70 км в час при замедлении вы вполне можете различить номера автомобилей которые ехали вам навстречу если же вы едете параллельным курсом с каким-то автомобилем то это все очень четко и достоверно читается это большой плюс понятно что это не 60 кадров в секунду и тем более не 120 кадров в секунду как снимают различные камеры ну типа допустим gopro но в то же время это достаточно качественный девайс за свои деньги которые снимают все нюансы дорожной обстановки с вашим автомобилем на сегодня друзья все надеюсь вас заинтересует устройство 70 мая dash cam m500 системе мониторинга давление в шинах я вам сегодня рассказал все всем спасибо подписывайтесь на канал ссылочки на устройство будут в описании пока